Всем привет! Уже середина июня, Московская область. К нам наконец-таки пришло лето. Днем жара 35 градусов, но ночи при этом почему-то холодные. А я вам хочу показать цветник, который создавался в прошлом году с нуля. У меня есть видео на канале, я оставлю ссылку в описании. Зайдите, посмотрите. Там весь процесс. И сразу скажу, что это видео будет длинным. Не хочу его делить на две, на три части. Хочется, знаете, не просто камерой провести по растениям, но и вкратце, хотя бы вкратце рассказать, что растет и как. Значит, цветник занимает довольно-таки большую площадь вдоль всего фасада дома. Он плавно перетекает вдоль забора. Краи у цветника неровные в виде волны. Эту волну, я надеюсь, к августу месяцу уже будет обрамлять вот такой декоративный красивый камень. Земля у меня на участке суглинок. Весь цветник полностью закрыт толстым слоем мульчи. Это конская подстилка. И только возле фасада я здесь еще засыпала корой, которую собирала в лесу. Итак, давайте коротко о растениях. Здесь по краю высаживала в прошлом году, выращивала семян овсяницы сизая. Такие кочки голубые, красивые, перезимовали довольно-таки неплохо. Я весной обрезала, почистила седой волос маленькими граблями. Но необрезанная лаванда выглядит вот так. Размахайка. Я специально оставила, чтобы собрать семена. Посмотрим, что получится. Так неприхотливое, конечно, растение. Красивая кочка. Единственное, конечно, высаживайте на возвышенность, чтобы талыми водами и вообще водой здесь середина не выпривала. Здесь рядом высажена розочка. Это из той серии роз, который дарит на 8 марта в маленьких горшочках. Темно-красного цвета. Она уже цвела у меня в прошлом году. Самая неприхотливая, наверное, роза у меня в цветнике практически на зиму не накрывала. Чуть окучила и накрыла горшком. Все вышло из зимы замечательно. Имеет замечательный, красивый куст и очень много бутонов. Если вы хотите посадить хороший коврик, чтобы закрыть землю, высаживайте тимьян ползучий. Во-первых, он имеет плотную подушку. Красиво цветет. Это пряная травка, которая используется в кулинарии, чаи, делает всякие приправы и очень здорово забивает траву. Очень красивый ковер, замечательный. Мои любимые хосты. У меня довольно-таки много сортов и гибридов в цветнике. Это одна из моих любимец. Ванила фрайс. Метельчатая гортензия. Я все гортензии веду в виде куста. Конечно, формирую, убираю лишние побеги. Не гоняюсь за тремя крупными соцветиями. Мне, знаете, нужно такое вот небольшое количество средних соцветий. Этого будет достаточно. Довольно-таки хороший куст получился. По краю высажена лаванда узколистная. Выращивала из семян в позапрошлом году. В прошлом году выкапывала и сюда высаживала. Здесь всего лишь 4 куста. Расстояние между ними в 40 см. И смотрите, они уже как сомкнулись в одну линию. В средней полосе России узколистная лаванда только зимует. Довольно-таки хорошо. Как я ее подготавливаю к зиме, есть отдельное видео. Я постараюсь найти. Оставлю ссылку в описании. Зайдете, посмотрите. Кратко скажу, что обязательно в зиму я обрезаю все соцветия. Лаванду срезаю длину примерно до 10 см. И весной я ее тоже обрезаю. Тоже примерно на 10 см. Создаю такой, чтобы был куст красивый. Хорошо перезимовала. Очень много соцветий. Это сорт голубой простор. Соцветия у нее уходят больше, знаете, не в лавандовый, такой яркий цвет, а ближе в синеву. Отличное растение. Я лаванду обожаю. У меня 4 сорта. В цветнике. И около 60 кустов. Не накрываю на зиму. Потому что накрыть 60 кустов, это уже нереально. Тоже один из моих любимых гибридов хост. Хосты я не люблю, когда цветут соцветия, обрезаю. Но у некоторых гибридов, их всего лишь несколько, я оставляю цветы, потому что они очень-очень красивые. Допустим, здесь цветет, как, знаете, такой колокольчик. Небольшая композиция из разбитого кувшина высажена сюда лабелия кустовая. Это серия ривьера, фиолетовая, белая и розовая. Это очень красивая серия. Всем советую. Дальше. Совсем недавно высадила гортензия из серии Solong. Solong рози и еще какой-то сорт. Я уже сейчас подпишу. Розы приживаются, видите, все замечательно. Я снимала видео, тоже оставлю ссылку, зайдите, посмотрите. Ну а здесь, как вы помните, я высаживала розу на штамбе. Красивая была роза, но в зиму я ее не выкапывала, не укладывала, как это делают обычно. И я ее просто утеплила укрывным материалом в несколько слоев, иглопробивным, дышащим укрывным материалом, но она не пережила зиму. Поэтому ее место заняла лиственница. Она европейская, пендула. Лисницы плакучи формы я просто обожаю. Высаживала ее в мае. Этот салатовый прирост, это уже прирост этого года. Штамб довольно-таки высокий, метр шестьдесят пять. Вот еще одна гортензия Solong. Ремонтантная. Приживается, не буду долго на ней останавливаться, потому что я недавно показала видео, как я ее высаживала. Хосты, мои любимые хосты. Видите, я конкретно заказывала корневища в прошлом году в компании Поиск. Хорошо они выглядят, разрастаются. Красивые. Коврик из чабреца. Здесь у меня фукси. Фукси на штамбе, который я выращивала из черенка всю зиму. Здесь штамб примерно чуть больше метра. Этот сорт я подпишу. Я покупала череночек на ВДНХ. Красивая фуксия. Махровая, крупноцветковая. Я еще, знаете, не поняла, нравится мне штамбы выращивать или нет. Потому что на это нужно очень много времени и очень много терпения. Поэтому еще пока не определилась, будут у меня штамбы или нет. Но кустовые фуксии я вообще обожаю. Мне они очень нравятся. Ну, посмотрим. Все штамбы, которые у меня были, я, конечно, высадила в открытый грунт. Потому что за ними проще ухаживать именно в открытом грунте. Сосенка горная. Это у меня здесь седумы почвопокровные. Тоже, чтобы закрыть голую землю. Из еще одного растения на штамбе. Это сосна на штамбе. Очень долго у меня выходила из зимы. Я думала, погибнет. Ну, я ее отливала, брызгала эпином, поливала цирконом. Вроде бы, вроде бы она у меня стала отходить. Дает, видите, такие уже более живые приросты. Конечно, уже она не такая пушистая, как в прошлом году. Но я вижу, что приросты уже есть. То есть она у меня должна выжить. Этот участок смотрится вот так. Так же по краю высажена лаванда. Здесь 4 куста. Сорт называется белый иней. Выращивал в прошлом году из семян. Я более подробно о ней рассказывала. Мне, что не нравится в этой лаванде, в этом сорте, что соцветие не самоочищающееся, во-первых. А во-вторых, оно очень тяжело выходило из зимы. Я думала, все. Здесь была радикальная обрезка. Я ее очень сильно обрезала. Но ничего, отошла. Смотрите, довольно-таки хорошо. 4 кустика, они скоро сомкнутся и будут тоже вот таким одним массивом. Очередная метельчатая гортензия. Фрайс мельба. Тоже веду кустом. Красиво. Здесь довольно редко встречающееся растение. Это сагвинария канадская. Знаете, она как первоцвет. Только сходит снег, она сразу выходит. Очень быстро разрастается. Имеет такой красивый декоративный лист. И очень красивые мелкие такие белые цветочки. Но цветет мало. 5, максимум 6 дней и все. Красивое растение, как первоцвет. Замечательно. Но даже не успела сфотографировать. Поэтому фотографии поставили из интернета. Это гортензия крупнолистная. Бесконечное лето. Замечательно она выглядит. Сохранила очень хорошо все прошлогодние побеги. И молодые побеги. Цветет. Смотрите, сколько здесь соцветий. Как укрывала и сохраняла побеги. Это нужно снимать отдельное видео. Словами не расскажешь. Но у меня уже есть свой способ. Поэтому буду накрывать также. Очередной штамп фуксии. Сейчас поближе покажу вам. Вот так выглядит. Уже тоже на бутончике. Это сорт. Называется ватерпост. Вот так. Буду показывать, когда уже расцветут. Как и что. Лиственница. Это уже японская. Плакучая форма. Называется стифвиппер. Это самая любимая моя лиственница. Покупала же в таком же состоянии, как ту маленькую пенду. Вы представляете? И в этом году она уже выглядит вот так. Сейчас я встану, чтобы тень не падала. Смотрите, какая красавица. Ее локоны достают до самой земли. Такая она пушистая. Не зря ее называют самой красивой, самой пушистой, замечательной лиственницей. Плакучая форма. Она действительно сизо-голубого, красивого цвета. Если пендула, она зеленого цвета, здесь цвет вообще необычный. Красавица. Просто красавица. Смотрите, как она разрослась. Буквально вот ей год. Была такая же маленькая, как пендула. Здесь новинка. Чебрец. Чебрец. Сейчас буду ближе вам показывать, потому что он очень крохотный. У него листики и очень крохотные цветочки. Смотрите, какая красивая куртиночка. Конечно, это растение у меня уйдет на каменистую горку, которую я хотела создать в этом году, но не получается. На следующий год будет горка, значит, это растение уйдет туда. Замечательно. Смотрите, это просто мимимишно. Какой маленький. Еще одно растение довольно-таки интересное. Это хаутюния. Видите, уже цветочки набивает. Это хаутюния не только красиво своей листвой декоративной, но еще у нее очень красивые маленькие цветочки. Вышла из зимы, а она поздно. И вообще выходит поздно. Раньше, середины мая, хаутюнию не ждите. Так что, где она у вас посажена, отмечайте, чтобы ее весной не затоптать. Растение действительно декоративное, лиственное, имеет такой цвет светофора. Разные цвета, желтый, зеленый, красный. Они перетекают плавно друг к другу. Образуют вот такие размывы на листьях. Красивое растение. Что хочу сказать уже после зимовки. Высаживала два маленьких кустика сюда, сюда. Я не ограничивала ее в пространстве. И хорошо, что я это сделала, потому что хаутюния в средней полосе может вымерзать. А тем более, такие морозы были минус 35, как у нас в этом году. Поэтому я дала ей, пускай растет как хочет и где хочет. Я высаживала основной куст. У меня где-то был здесь. Видите, он в принципе зимы не вышел. А вышли именно рядом. Видите, как корни она поползла. Там и вышла. Поэтому мне нравится это растение. Я даю возможность, пускай разрастается, закрывать мне землю. Это растение невысокое. Буквально до 25 сантиметров. И очень-очень красивое. Разрастается. Видите, как симпатично. Здесь я в прошлом году выращивала семян. Камнеломка белая, красивейшее растение. Но семена более российского производства, обычные такие, схожесть была ужасная. В этом году хочу, в следующем году хочу купить профессиональные семена. И тоже ее вырастить. И розовую, и белую. Это белая у меня. Потому что на каменистые горки камнеломка смотрится просто замечательно. Здесь же однолетник. Высадила седум. Очередная метельчатая гортензия. Лаймлайт. Кустом. Морозник абхазский. Это самый-самый первый цветок, который появляется, когда еще снег. Красивые такие у него цветы. Сейчас уже все, видите, он не так красив, как при первом таянии снега. Вечно зеленое растение имеет тоже такую резную листву. Цветочек. Замечательно. Очередная фуксия на штамбе. Это сорт Ля Кампанелла. Помните, рододендрон, который я сюда высаживала, буквально имел 4 листика. Смотрите, как он нарастил крону. Это гаага. Вечно зеленый. Замечательно тоже перезимовал. И выглядит, я надеюсь, может быть, уже в следующем году он у меня зацветет. Это следующий рододендрон. Полулистопадный. Лидобуа. Тоже замечательный прирост. Маленький. Надеюсь, что в следующем году тоже появится цветок. Очередная горная сосенка карликовая. Ну и, конечно же, лиственница. Но это уже не плакучая форма. Это лиственница европейская. На штамбе. Корник. Замечательный прирост. Конечно, ее нужно формировать вот в такой более ровный шарик. Здесь у меня уже размахайка. Красивое растение. Тоже очень-очень нравится. В прошлом году болела эта лиственница. Таким страшным заболеванием. Еле мы ее откачали. И будет отдельное видео про болезни хвойных и как их лечить. Край обрамляет следующий сорт лаванды. Мансинстрейн. Это уже немецкая линия. Соцветия именно у этой лаванды ярко-ярко. Лавандово-синего такого цвета. Очень красивые соцветия. Нравится мне этот гибрид или сорт за то, что у него самоочищающиеся цветочки. Создают такую густую крону. И практически не разваливаются кусты. Это тоже узколистная лаванда. Замечательный сорт. Это полярный медведь метельчатой гортензии. Тоже формирую в виде куста. Такое тоже довольно-таки интересное растение. Кизильник ползучий. Кому нужна зелень низкая, чтобы закрыть голую землю, посадите кизильник. Замечательное растение. Конечно, это не такой плотный-плотный будет у вас ковер, но тоже забивает сорняки и цветет довольно-таки мило белыми цветочками. Размножается легко. Он на вот этих побегах дает дополнительные корни. Просто отрезаете веточку и рассаживаете. Если он вам будет мешать. Это кизильник стелющийся. Красивое растение. И очень много у меня высажено скальных можжевельников. Blue Arrow тоже хорошо выглядят. Смотрите, какие уже они большие. Я их не подрезала, ничего не делала. Пускай еще в следующем году уже буду формировать. Blue Arrow я можжевельники скальные просто обожаю. Это мискантус. Смотрите, какой он уже красивый. Цветет замечательно. Цветоносы такие длинные. С медным отливом. В зиму я его не обрезала. Ранее, ранее весной только обрезала. Зимой он смотрится очень декоративно. Стелющий можжевельник Green Carpet. Это такой плотный колючий ковер. Приросты дает очень маленький. Вот можно видеть. Тоже мне очень нравится. И следующий можжевельник это Blue Carpet. Это Green Carpet. Это Blue Carpet. Уже голубого цвета. Тоже стелющиеся можжевельники. Люблю их. Барбарис. Был куплен буквально на распродаже за 100 рублей. Чахлый, маленький. Такое маленькое растение. И смотрите, какая красота уже выросла за год. Очень люблю барбарисы тоже. Разросся прекрасно. Купена. Самое обычное растение, которое, наверное, в каждом цветнике. Очередной штамп Фуксии для Кампанелла. Здесь небольшая композиция. Это пенек березовый. Здесь вытащили серединку. И я посадила каменную розу. Это какой-то отчиток седу. Камни. Так выглядит очень довольно-таки мило. Волной высажен бадан. Тоже обожаю это растение. Ведь выходит из зимы очень рано. Сразу такая красивая у него листва. Довольно-таки красиво цветет. И после цветения срезаю соцветия и такая красивая зелень. Очередной можжевельник стелющий это нет названия я сейчас наверное Минджулип. Имеет такие красивые приросты. Это уже знаете такой мягкий стелющийся можжевельник. Тоже мне очень нравится. Мискантус в прошлом году высаживала это такой маленький мискантус но не знаю он очень сложно выходил из зимы что будь с него толк или нет покупала на выставке. Хосты самые обычные здесь по краю очередная композиция тоже пенек березовый роза очиток камня. Смотрите как мило смотрится все это. Леатрис белый это ель колючая голубая на штамбе тоже очень очень красивое дерево хвойный голубая голубая хвоя просто как знаете ненастоящее дерево штамб совсем маленький сейчас покажу красавица просто красавица она очень хорошо смотрится среди вот этой зелени голубая хвоя дальше это очиток я его отсюда буду убирать потому что видите он очень сильно закрывает мне штамп и ранней весной я отсюда буду убирать общий план хочу вам показать этой части цветника солнце встает сейчас ранее ранее утро этот край волны обрамляет самая обычная хвоста вот волной идет бадан красиво здесь древовидная гортензия аннабель стронг тоже формирую кустом вырезала лишние побеги но довольно таки много еще осталось уже формируют соцветия довольно таки большим кустом покупала спирея красиво цвела очень мне нравится это растение буду еще один куст высаживать туда дальше цветет конечно она божественно недавно приобрела новое растение называется перовский я читала очень много об этом растении давно хотела приобрести но не везде она продается между прочим я ее сразу начеренковала чтобы развести довольно таки большой куст мне нужно закрыть вот эту голую середину это растение знаете сравнивают и с котовником и особенно с лавандой то есть если у вас не удается вырастить лаванду посадите перовский и все будет замечательно я скажу так что с лавандой не сравнится ни одно растение да издалека будет что-то схожее но лаванда остается лавандой по аромату по цвету по внешнему виду ничего лаванду не заменит но перовский очень красивое растение как-нибудь подробно я расскажу о нем главное что я уже взяла черенки попробую развести так очередная горная сосенка здесь ель это little jam тоже карликовое растение уйдет на каменистую горку на следующий год маленький очень маленький прирост карликового растения именно для ракариев и так далее это сирень sweet heart я покажу фотки цвела замечательно она цветет каждый год замечательно что могу сказать сирень очень похожая очень красивая единственное она иногда дает вот как раз видно эти поросли но поросли знаете совсем небольшая 2-3 веточки я просто их пониже вырезаю и все более подробный вообще обзор на мои две сирени сейчас ко второй подойдем с вами у меня есть на канале видео я также оставлю ссылку в описании это скальный можжевельник blue arrow и вторая моя сирень это buffon оставлю ссылку зайдите посмотрите две замечательные гиацинтовые сирени просто великолепные вот именно эта сирень видите она поросли вообще не дает она привитая и я ее держу в виде таких деревцов маленькая деревца и там также маленькая деревца им уже скоро наверное будет по 4 или 5 по 5 лет как они у меня растут в саду декоративная тыква мне опять-таки некуда посадить декоративную тыкву я высадила сюда в цветник и смотрите уже зацветает хоста это гортензия метельчатая фантом высаживала в прошлом году довольно-таки взрослым кустом веду также в виде куста очень мне нравится эта гортензия ведь уже цвет набирает тоже формирую ее убираю лишние побеги потому что она очень густая такая астра уже цветает красивая хоста хоста древовидная гортензия стронконнабель это шелковица на штамбе это не просто декоративное дерево это дерево которое дает ягоды черного цвета сейчас найдем попробуем довольно-таки хорошо перезимовала сейчас со стороны вам покажу как это выглядит плакучая форма зимы выходила сложновато в этом году потому что мороз был минус 35 но все равно видите она потихоньку потихоньку обрастает вообще шелковица по крайней мере у нас в средней полосе России и у меня в цветнике выходит из зимы довольно-таки долго то есть она знаете сначала будет стоять как будто не жива и только потом потихоньку она начинает обрастать листвой декоративно очень смотрится ну и плюс еще съедобные конечно ягоды кизильник блестящий тоже буду вести кустом это очередной стелющийся можжевельник золотая звезда или как-то называется я уже не помню это тоже карликовое такое растение приросты у него такого золотистого цвета очень-очень маленькие приросты уйдет отсюда на каменистую горку вторая щелковица вот она похуже выходит из зимы чем вот предыдущее дерево я вам показывала и вот на ней ягодки видите сначала образуются ягодки а потом отсюда будет выходить листочек вот в прошлом году мы с одного дерева сняли по два стакана ягод я думаю что все обрастет я видите не спешу здесь убирать обрезать я думаю что еще почки проснутся и появятся листва вот уже даже краснеет ягодки сейчас покажу вот так они сначала краснеют потом чернеют куст лаванды смотрите тоже прошлогодний лапчатка и здесь у меня видите скальные можжевельники вдоль забора всего высажены blue и raw со стороны сейчас вам покажу как выглядит эта часть цветника цветник большой хвосты это тоже покупка этого года это камнеломка тенистая тоже видите имеет такую декоративную листву и неприметные цветочки но тоже очень мило смотрится несмотря на то что она тенистая высадила я на полное солнце купила картинку разделила на 4 части и сюда высадила это туя шарик даника и здесь у меня такой небольшой розарий обрамила камнем пока таким по кругу всему высажена лаванда вот так здесь вереска 2 лаванда ну прям вот кругом она сейчас у меня разрастется и будет таким одним массивом видите и внутри тоже розария у меня пару кустов лаванды розы я подпишу название потому что я сейчас их не вспомню значит здесь у меня росли розы две ларисы и один аспирин в общем они не перезимовали вообще то есть они сгнили зимы не вышли поэтому розы я три куста поменяла на другие высадила желтую название напишу такую красивую красную это я уже срезала все соцветия это такая бледно-розового цвета тоже красивая выглядит неплохо здесь высажены злаковые два штуки для равновесия туя посажена сейчас покажу чтобы не напротив солнца это ива на штамбе хакура нишики так она выглядит по кругу я высадила в этом году хосты приживаются тоже они гибридные буквально вот недели полторы назад хакура нишики довольно таки хорошо перезимовала я конечно делала обрезку в средней полосе она подмерзает кончики то есть здесь я убирала сантиметров 10 концы были подмерзшие и смотрите несмотря на то что я ее обрезала она довольно таки дала хорошие приросты ценится она конечно вы все знаете за свои молодые побеги которые розово-белого цвета смотрятся просто великолепно хакура нишики все кто приходит все любуются этой ивой и конечно когда уже приросты станут старенькими они просто будут зелеными то есть это массив будет зеленого цвета а сейчас вот такая красавица великолепная ива дальше у меня что здесь идет не подписано название забыла подпишу лобчатки это ель вот такая красавица очередная гортензия покупка прошлого года высадка поздней осенью это самарская лидия хотела везти ее на штамп видите вывела уже один стволик ей вот но решила потом она выдала мне весной еще два таких крепких стебля решила везти кустом самарскую лидию просто обожаю здесь по краю у меня высажен сейчас издалека вам покажу хоста абадан хоста бадан хоста ну и так далее это можжевельники стелющиеся голубого такого цвета хвоя высажены три штуки вот так и посередине это туя смаракт она не на штамбе то я ее поставила на ножку то есть вырезала все нижние побеги сделала ей крону чупа-чупсом и буду так ее вести вот видите какой уже ствол приличный плоховато выходила зимой почему-то видите немножко внутри крона порыжила но я тоже ее выхаживаю блю и роу так не показала опоры которые здесь у меня стоят на этих опорах как они называются скажите мне быстро это княжики клематисы княжики первой группы обрезки то есть те княжики которые обрезать совершенно не нужно они конечно уже отцвели приобретала я три княжика вот одна опора и вот еще одна опора там тоже княжик посаженный я не показала все три княжика должны были быть три цвета белый розовый и фиолетовый покупала я у частника то есть человек сам занимается размножает эти клематисы здесь в Москве я заплатила конечно же дороже так как их было три штуки в одном горшке человек сам их черенкует но как показала на практике в этом году что они все три зацвели и все три фиолетового цвета синего что очень обидно я очень хотела белый но все оказались синими здесь высажено два княжика и там один вот так покупать у частных лиц тоже бывает видите не очень так это очередная третья моя опора в этом цветнике и здесь высажена глициния blue moon это считается глициния самая морозостойкая я первый раз такую глицинию увидела в Сочи на Красной Поляне вот эта фотография как раз именно оттуда и мне очень захотелось ее в цветнике я купила нашла везде она продается как оказалось и вот это была ее первая зимовка и смотрите как она плетется довольно-таки мощное растение все молодые побеги несозревшие конечно подмерзают делала я хорошую прям такую обрезку ну а видите вот эти вот побеги которые уже как дерево знаете одревесневшие они зимуют хорошо но я ее накрывала глицинию укрывала потому что она выдерживает хорошие заморозки там и до 35 минус но у нас знаете в чем проблема в средней полосе резкие перепады температурные то минус большой то теперь поэтому такие вот растения очень плоховато в принципе зимует волжанка волжанке у меня два куста один и вот он второй нравится мне это растение потому что создает такой зеленый массив при этом цветет замечательно спире розовая скоро будет цвести видите набрала очень красивая между прочим тоже создает довольно-таки немаленький куст для того чтобы мне здесь закрыть голую землю ну и здесь у меня абаданы лаванда вся лаванда выращена из семян мною тоже лаванда куст там лаванда это метельчатая гортензия skyfall помните в прошлом году я ее покупала была такая вся кособокая гортензия кривая но вот с помощью обрезки я ее выровняла смотрите довольно-таки красивый получился куст здесь я высадила пихту корейскую северлок я думала в этом году она даст свои хотя бы несколько красивых фиолетовых шишек но буду ждать теперь на следующий год мне очень нравится корейская пихта что я сейчас отойду вам покажу общий вид этого цветника видите еще довольно-таки много пустого места потому что все растения конечно молодые вот ну буквально вот этой части цветника вот начиная от ивы от роз я ее создавала июль-август ему еще этой части цветника еще и года нет получается и конечно нет еще вот этого обрамления видите вот этой волны здесь когда будет камень вообще будет очень-очень красиво именно в этой части цветника вот начиная от хакуро-нишики я застелила материалом и сверху материала конская подстилка потому что очень сорная вот эта часть участка очень сорная пришлось застелить материалом ну в принципе хорошо вот так выглядит цветник конечно все что-то подсаживаться будет что-то со временем убираться но насчет подстилки вот мульчирования я хотела вам сказать что все-таки вот мульчировать это вообще великая вещь потому что мульча очень и очень хорошо сдерживает рост травы замечательно просто это не означает что у меня здесь трава вообще не растет конечно растет ее видно но она настолько хорошо убирается просто подходите вытаскиваете вот а просто из суглинка попробуйте вытащить траву да никогда не вытащите а это видите как замечательно ну персик с корнями все убирается потому что площадь свинника очень и очень большая представьте мне здесь все полоть это нереально поэтому мульча меня очень конечно сильно выручает хотела вам еще показать насчет лаванды как она еще размножается она сеется вот видите это все вот эта мелкотня это все лаванда растет это не трава вот так персик уйди смотрите это все насеялось лаванда вот так выглядит в принципе цветник давайте я вам еще цветничок покажу который создавался тоже в прошлом году в октябре месяце вдоль забора между двумя воротами но в этом году я его переделывала полностью потому что не понравилось если помните я его показывала у меня здесь было четыре туи высажено типа смарагта но оказалось это туис брабант я не люблю эту тую поэтому выкопала все эти четыре туи посадила с туей две штуки смарагт вот с одного края и вот она у меня вторая туя высадила три розы раз два три это буквально было сделано три недели назад здесь у меня два барбариса вот этот желтый красный также две хосты раз два и по краю здесь край тоже неровный цветника в виде волны и по краю высажено 30 кустов лаванды эта вся лаванда выращена мной из семян в прошлом году вот так и здесь два стелющихся можжевельника раз и с другого края два и вот так выглядит цветник цветник этот теневой здесь солнце только после трех часов дня так он замечательно сейчас выглядит конечно обрамление будет камнем красивым такой небольшой цветничок получился а тую сморакт я высадила туда на затворке пускай там растет не сморакт а абрабант я не люблю эту тую вообще мне очень нравится именно сморакт вот это у нее форма и ну вот крона мне нравится и зелень а абрабант вообще никак хотя мне при покупке уверяли что это сморакт оказалось нет вот сегодня я вам рассказала вкратце о цветнике который создавался в прошлом году своими руками практически ему уже год мы даже присвоили название цветнику и назвали ривьера что вы об этом думаете напишите в комментариях как изменился цветник нравится вам не нравится пишите давайте пообщаемся а у меня на сегодня все я желаю вам всего самого хорошего подписывайтесь на канал и всем пока